Но сейчас о главных темах выпуска более подробно. К нам в редакцию поступают звонки от белореченцев и даже гостей города. Люди возмущены тем, центр Белореченска превратился в низкосортный базар, где продуктами питания торгуют прямо с земли. А его вид значительно отодвигает внешний облик от цивилизованного и благоустроенного города. Жители города давно привыкли к тому, что есть в белореченские места, где торговые прилавки заменили коробки и ящики. Буквально под ногами прохожих. Продавцы раскладывают зелень, огурцы, помидоры, молоко, яйца, творог. Необходимые продукты белореченцы закупают прямо на ходу. То, что условия продажи далеки от идеальных, их, похоже, не смущает. А продавцов же прельщает возможность торговать в самой многолюдной части города, совсем не предназначенной для этого. Ей вторит Полина Ивановна. Постоянный продавец так называемой дорожки. О каком благоустройстве городской территории можно говорить, когда на вазонах, предназначенных для цветов, продавцы раскладывают свой товар, когда после очередного рабочего дня остаются горы мусора. Еще одна сторона. Многие продавцы в этом ряду – обыкновенные перекупщики, не желающие платить налоги за свою деятельность. Вот почему все там перекупщики, газели приезжают, набирают все так же на машине, сидят дороже, продают и не платят ни за рынок. А рынок у нас, посмотрите, он совсем свободный. Тут за рынок много с нас не берут. Бабушкам делают уступки. Но когда уже вот там стоят апельсины, яблоки, огурцы, помидоры, все вот это, пожалуйста, пусть приходят и платят так, как я. Почему я должна платить, а они не платят? Вот что обидно. Время такое. Каждый хочет торговать, конечно, хочет жить. Но я считаю, что это неправильно. Если торговать в районе автостанции, это лицо города, приезжих много, много приезжают, уезжают. Ну и, конечно, желательно бы, чтобы этого не было. Сотрудники управления торговли совместно с полицейскими вышли в рейды по незаконной торговле на городских площадях, тротуарах, остановках. Ведут разъяснительную работу с уличными торговцами. Удалось достичь договоренности с руководством ярмарок «Самсон» и ярмарки ООО «Рынок» о предоставлении бесплатных и льготных торговых мест для производителей своей сельхозпродукции. Торговля в неустановленном месте расценивается как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в среднем в 2,5 тысячи рублей. Но многих это не пугает. Каждый день они находят все новые уловки. Одни при появлении рейдовой группы уходят, оставляя свой товар. Другие, напротив, остаются на месте и, ничуть не смущаясь, даже видеокамеры продолжают торговать. А вот эти коробки спрятаны среди мусора. Хозяина найти так и не удалось. Возможно, завтра вам предложат купить эти свежие овощи. А что думают специалисты Роспотребнадзора по поводу этой торговой точки? Давайте попробуем подсчитать, сколько пунктов правил торговли и статей административного кодекса нарушают эти продавцы. И жаль, что мы не можем в полной мере сделать рекламу этому предприятию и назвать его владельца. Надеемся, что здравомыслящие люди откажутся от сдобы при порушенной дорожной пылью. Татьяна Шуляцкая, Наталья Пугачева, Артем Кузьмин. События и люди.